Добрый день! Сегодня в честь праздника, 14 февраля, День всех влюблённых, поговорим о более широком понимании позиции семьи. Жду, пока все присоединяются, представлюсь, с кем не знакомы. Меня зовут Евгения Порошина, я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Европейская школа коучинга — это мой частный образовательный проект. Николай, добрый день! Ждём, пока все присоединяются. Также, кто будет смотреть в записи, если вы вдруг не успели участвовать, все вопросы пишите к трансляции в Инстаграм, в Ютубе. Рада буду ответить. Итак, здравствуйте! Если у нас часто есть безумная идея, безумное желание полюбить себя, что это значит полюбить себя? Это, возможно, стоит полюбить жизнь и всё, что в ней есть, и в том числе себя. Вот часто у нас есть такая путаница, да? Хочу полюбить себя, хочу полюбить себя. Но лучше полюбить жизнь и всё, что есть в жизни, и в том числе себя. Итак, про позицию семьи. Я буду говорить нестандартные вещи, возможно, у кого-то будет сопротивление, но смотрите по себе. Если у вас всё достаточно хорошо сегодня, значит, оставайтесь со своими убеждениями, ничего менять не надо. Если всё-таки вы в той точке, где понимаете, что в семье не всё хорошо, тогда стоит всё-таки прислушаться. Итак, в психологии есть такое понятие, как оговорки по Фрейду. Если мы спрашиваем человека, что для вас позиция семьи, и человек отвечает, для меня семья — это семь я, семь личностей. О чём это? Человек это говорит автоматически. Это о том, что человек, как вор, как врунишка, как палач, обесценил всё. То есть на минуточку забыл, что в первый час своей жизни, например, когда человек рождается, он дышит воздухом, наступает на землю, его принимают люди, относят к маме, потом дают ему пелёнки условно. Пелёнки делал человек, использовал природу, растения. То есть на минуточку иногда мы все забываем, что семья — это вся жизнь. То есть сегодня будем говорить о широком понимании позиции семья. Например, женщина говорит, что моя семья — это не только семья, это неизолированный конгломерат. Мы взаимодействуем с людьми, окей, за свои слова надо отвечать. Тогда мы можем спросить у женщины. Вот представьте, ваш муж уехал на три дня к друзьям. Ваша реакция? Вот просто он захотел и взял, уехал. Женщина говорит, я бы обиделась, потому что меня не взяли. Вот это отпечаток позиции семьи «я». Дальше. Например, мужчина принёс домой половину зарплаты и говорит, у друзей были проблемы, я им помог. Женщина скажет, ну пусть идёт и живёт с друзьями. То есть смысл такой. Часто бессознательно мы воспринимаем, что как будто бы семья — это какой-то изолированный конгломерат, в котором становится душно всем. Это бессознательно. Первые, конечно, страдают дети, и они стараются из этого уйти. Потом уходят взрослые. Либо мы видим, человек говорит, вот я рожаю детей или воспитываю детей, чтобы в старости мне было, кому подать стакан с водой. То есть это страшная формулировка. То есть человек уже бессознательно понимает, что он настолько изолируется от жизни, от контактов, от партнёров, от друзей, от всего, что как будто бы возникнет такая ситуация в жизни, что некому будет подать стакан воды. Вот. Подумайте об этом, поразмышляйте. Если будет время и желание, можете взять домашнее задание в интернете, в ютубе. Посмотрите, как растёт семя. Вот семечко попадает в плодородную почву, и семя начинает пускать корни вниз, и вверх идёт росток. Это красивая картинка. Я вот тоже смотрела. Прям наглядно видно. Если мы берём библейские мифы, берём Библию, то в Библии сказано, что семья – это семя. А в семени изначально есть всё для жизни, в этой жизни. То есть мы живём в природе. Есть такое слово, да, вот природа. Природе. Природе человеческом, природе там зверей, природе растений и так далее. То есть если глобально смотреть на позицию семьи, то позиция семьи – это вся жизнь. И в том числе и весь род человеческий, и не только. Дальше. Вот часто женщины и мужчины друг к другу навешивают долги. Вот женщина говорит, ты мне должен, я тебе всю жизнь посвятила. Хотя мужчина тоже давал внимание, энергию, время. По факту у нас есть только один долг. Если мы берём супружество, есть один долг – сохранить свой мир, свои взаимоотношения, свой мир. Это партнёры, друзья, работа, что-то ещё. То есть сохранить свой мир и сохранить мир партнёра. И тогда мы сможем образовать какой-то третий мир новый в этой жизни. Но если семья как семь личностей, тогда, конечно, как будто бы все друг друга изолируют от жизни. И идёт такое как будто бы поглощение друг друга. Но в семью в том числе входят друзья, работа. То есть вся жизнь, в жизни у нас много взаимодействий. И это тоже входит в широкую позицию семьи. И часто у нас есть позиция, бессознательно мы можем говорить, вот мужчина должен приносить деньги. Тут есть большое отличие, может или должен. Это разные понятия. Женщина может говорить, ну как же, я мужчине даю энергию в сексе, он через меня заряжается. Если мы вспоминаем закон сохранения энергии, закон физики, либо вспоминаем позицию чакр энергии по психологии, у каждого человека изначально есть уже энергия. Если женщина манипулирует и говорит, вот я для мужчины как будто бы как донор, он от меня заряжается, и поэтому он мне все должен-должен. Напомню, что если вдруг мы торгуем любовью, вниманием, то тогда это уже товар. А товар, вот если представьте, женщина как будто бы себя продает, как товар, как ваза. Вот если есть у меня ваза, я вазу могу переставлять в любое место. И ваза не имеет права на свое мнение. Подумайте об этом, поразмышляйте. То есть часто бессознательные женщины и мужчины могут манипулировать чувствами, эмоциями, сексом и так далее, хотя вкладывают все взаимно. И получается, что по закону сохранения энергии мужчины спокойно может без женщины заряжаться, вот условно даже с резиновой куклой. То есть все-таки женщина не донор. Задача мужчины и женщины через друг друга раскрывать свои какие-то качества, расширять свои возможности. Это происходит взаимно. Если семья это семь, я буквально семь личностей, тогда как будто бы мы съедаем друг друга и выпадаем из жизни, изолируемся из жизни. И если брать буквально практику, если создается такая семья, через два года она перестает полноценно ориентироваться в жизни. Наступает информационный голод и голод взаимодействия. И первые, кто страдает от такой позиции, это дети. Дальше взрослые, либо они расходятся, еще до этапа, пока не появились дети. Либо, если они остаются вместе, но семья для них это семь личностей, которая как будто бы изолирована от жизни, если они остаются в этом конгломерате, тогда они могут жить с постоянными скандалами, можете посмотреть в жизни. Возможно, вы вспомните те пары, которые живут вместе и постоянно скандалят, и у них есть легкие перемирия. И часто, если берем условно, например, мужчину, и мужчина, да, он живет в семье с такой женой, с детьми, в такой позиции, но чтобы себя сохранить, чтобы продлить свою жизнь, мужчина, например, находит себе любовницу. Потому что, например, любовница не потому, что она моложе, а потому что она взаимодействует с жизнью и не поглощает его. Вот, может такое быть, если для нас бессознательно семья — это семь изолированных «я», как будто бы тогда мы изолируемся от жизненного пространства, минимально взаимодействуем. Да, конечно, мы полностью не выпадаем из жизни, ну, иначе бы семья буквально погибла. То есть такая семья минимально взаимодействует с жизнью. Даже если, например, женщина, мужчина вышли на пенсию, нет уже работы, они быстро состариваются, потому что у них нет социальных контактов. Тут даже дело не в движениях. Человек может достаточно долго жить, если у него минимально, ну, есть движение в жизни, но если человек минимально взаимодействует с этой жизнью, он как будто бы изолирован, тогда да, он быстро состаривается, если коротко. И часто у таких семей, где семья — это семь личностей, такая семья на 80% не исследует эту жизнь. И часто тема нарциссизма — это ключевая тема в работе психолога, где идет обесценивание жизни и всех возможностей, которые она нам дает. Тогда, если такая семья изолирована от всех возможностей в жизни, то можно сказать, что она выживает, а не живет. Можете посмотреть в жизни, если есть зацикленность на себе, а не на пространстве. Идут проблемы в работе, в деньгах. То есть надо посмотреть жизнь, чтобы вы увидели эти примеры. И часто мы, как воры, как палачи, как врунишки, все присваиваем себе, говорим «я, я, я». Семья — это только семья. Хотя, когда мы рождаемся, мы на минуточку забыли, что дышали мы с помощью воздуха и сегодня дышим. Встаем мы на землю. Когда мы рождаемся, другие люди принимали участие, относили нас к маме. То есть буквально вся жизнь принимала участие и принимает участие в нашей жизни. То есть с широкой точки зрения семья — это вся жизнь. И часто, конечно, есть зацикленность на себе. Если берем профессию психолог-коуч, психолог говорит, вот как я буду проводить трансляции или как я буду делать что-то, постоянно говорит, «я, я, я». Он не думает о клиентах, он не думает о людях, что он может дать. То есть забывает, зачем он приходит в профессию. Вот представьте врач. Хороший врач стесняется как будто бы себя продвигать. Это как? Насколько это хороший врач? То есть он не думает о своих пациентах, а думает о себе. «Я, я, я». Буду стесняться, что-то еще. То есть на самом деле не совсем это хороший врач, если коротко. Так, Катя, вот Николай, кто в эфире, спасибо большое за поддержку. Кто будет записи смотреть, кто не успел присутствовать, также пишите свои вопросы. Плюс сейчас я по теме эфира пройдусь, и у всех, кто еще присоединится, будет возможность задать мне вопросы. Отвечу в эфире. И напоминаю, в следующее воскресенье в 13.00 я подготовлю для вас интересный эфир. Поговорим о ключевую травму, которую надо проработать психологу и клиентам. Это ключевая травма, травма расставания. Критерий, что мы проработали травму расстояния, не расстояние, а расставания. Когда мы в реальности видим, кто к нам хорошо относится, а кто плохо, и мы это не путаем, это значит позиция того, что мы проработали травму расставания. А часто и у психологов у нас тоже может быть эта путаница. Психологи пытаются цепляться за тех людей, которые их не выбирают. Это смысл в том, что не проработали травму расставания. Понятно, это путь. Если брать программу школы, это формат групповой терапии, можно так проработать. Либо любая личная работа с психологом помогает проработать травму расставания. Следующее воскресенье в 13.00 подробнее об этом поговорим. И напоминаю, частая тема в консультировании у психолога это идет зацикливание клиента на себе. Когда он минимально человек минимально взаимодействует с жизнью. Ну, понятно, человек живой, но он минимально взаимодействует с жизнью. То есть выживает, а не живет. И если он зациклен на себе, и такой человек он в семье, то семья тоже минимально взаимодействует с жизнью. Если есть нарциссизм, прямо у всей семьи. Как можно понять даже по ребенку, какая позиция семьи, широкая или узкая. Дети буквально рисуют картинки. Если в семье позиция, что семья это семь личностей, тогда ребенок нарисует маму, папу, себя. Все. И максимум дом. Все. Больше ребенок такой, он ничего не нарисует. А если для родителей, для семьи семья это вся жизнь, тогда такой ребенок он нарисует маму, папу, друзей, домик, там лес, деревья, цветы, солнышко, что-то еще. То есть такой ребенок он почти, можно сказать, пустого места не оставит на этом листочке. То есть мы так можем это диагностировать. Вот. И, например, вот если женщина говорит, ну с чего вы взяли, что моя семья это какой-то изолированный конгломерат, мы же ходим на работу, мы взаимодействуем с жизнью, это все неправда, это вы придумали. Хорошо. Мы можем спросить у женщины. Вот представьте, ваш муж уехал с друзьями на три дня. Просто захотел. Ваша реакция. Женщина говорит, я обижусь. Хорошо. Мы задаем второй вопрос. Вот представьте, мужчина приехал с рыбалки и домой пригласил троих своих друзей. Ваша реакция. Или представьте, мужчина ползарплаты отдал друзьям. Ваша реакция. И женщина говорит, вот, конечно, как будто бы выгоню его из дома. Тогда мы можем сказать, что семья, ну в данном случае у женщины это как семь личностей. То есть если женщина говорит, чего вы взяли, что моя семья это изолированный конгломерат, но по примеру мы прям можем ну подловить эту женщину прям на словах. И все-таки по фактам мы поймем, что никакого взаимодействия с жизнью, с друзьями, с партнерами там нет. Понятно, есть минимальная, потому что эта семья все равно живет в жизни, но дела не так могут идти хорошо. И кто-то может сказать, но есть же такая поговорка, семья это семь я, семь личностей. Ну да, поговорку мы услышали, но взять ее или не взять это уже была наша ответственность. Вот, если для нас семья это как будто бы такой изолированный конгломерат, то мы отсекаем все, что не соответствует этой картинке. Это закон нашего мозга, закон нашего бессознательного и значит у нас сокращаются возможности и сокращаются взаимодействия с жизнью. То есть надо посмотреть в жизни, понаблюдать, как живут разные семьи и вот прям вот то, что я сегодня рассказываю, не надо в книгу смотреть, а надо буквально в реальность в жизнь посмотреть, как живет первый вид семьи, когда семья это как будто бы изолированные семь личностей, которые не видят важность и ценность всего того, что косвенно либо напрямую оказывает влияние на семью. Можно смотреть, как живут такие семьи прямо сегодня в жизни, а не в книжке и можно смотреть, как живут семьи, которые максимально взаимодействуют с жизнью. И если для нас семья это семь личностей как будто бы изолированных, мы минимально взаимодействуем с жизнью, отсекаем партнеров, друзей и так далее, тогда мы цепляемся за одного человека зубами, ногами условно. мы боимся потерять этого партнера, но мы прячемся за любовью, за чувствами, этим манипулируем, но на самом деле мы боимся потерять этого одного человека или там двоих, троих, с кем у нас выстроились взаимоотношения, хоть какие-то. Поэтому мы зубами, ногами условно цепляемся за одного человека и боимся его потерять. Но манипулируем, конечно, любовью, чувствами и так далее. И можете вспомнить про любовь. Часто мы привязываем есть любовь к жизни и ко всему, что есть в этой жизни. Да, она проявляется по-разному. Это любовь, детей мы любим по одному, партнера по-другому, родителей по-третьему и так далее. Но любовь либо есть, либо ее нет. А часто мы любовь цепляем к одному человеку, связываем. Но на самом деле, то есть чувство это про нас. Ну и если женщина манипулирует любовью, на самом деле, ну как, боится потерять партнера, потому что она изолирована от жизни, конечно, это страшно тогда. То есть тут дело не в любви. Если коротко, и если мы изолируемся, либо как самостоятельная единица, либо как семья, получается единоличность, замкнутый круг, и потихоньку партнеры уходят. Ну, чаще, конечно, мужчины. И если женщина говорит, вот я донор, я мужчину заряжаю энергией через секс, сегодня много спокойно людей, вот берем мужчин, да, и нормально могут жить без семьи, секс получать в одном месте, взаимодействие в другом. То есть на самом деле женщина никакой не донор, если коротко. Но нам удобно включиться, как подключиться к этой фразе, как будто бы женщина заряжает мужчину, и поэтому он ей должен, должен, он не должен, а может, если коротко. Дальше есть такая позиция, как инь-янь. Вот представьте, две капли, они самостоятельные точки, так и мужчина, и женщина, они объединяют свои миры, они сужают, и они действительно должны объединить два своих мира, и их сохранить, и тогда получится третий мир, и если женщина, если берем женщину, не ограничивает мужчину, то есть если мужчина нормально живет один, и тут он живет в семье, и на него навешали долги, ты должен то, не ходить к друзьям, друзей домой не приводи, ты мне должен зарплату, должен то, то есть если мужчина начинает плохо жить в семье, то конечно он интуитивно хочет оттуда убежать, но если у нас позиция, например, берем женщин, более широкая по поводу семьи, тогда конечно мужчина и сам не захочет уходить из такой семьи, если коротко, то есть единственный долг, который есть у мужчины и у женщины в супружестве, это каждый должен сохранить свой мир и мир партнера, и тогда создается какой-то третий мир, уникальный семейный, в отношениях мужчина и женщина мы познаем нераскрытые качества в себе и помогаем друг другу раскрываться, женщина чаще видит общее, то есть что, а мужчина чаще видит детали, как, то есть мужчина более глубже смотрит и через взаимоотношения с друг другом можно раскрыть эти качества в себе, в том числе, вот если ребенок понятно ребенок больше всего страдает если позиция семьи более узкая он либо уходит из этого конгломерата как будто бы изолированного либо ребенок остается в такой семье но он при жизни уже уходит из жизни он как молодой старичок если коротко вот подумайте поразмышляйте тема такая иногда то есть тут не до смеха и когда семья изолирована недостаточно информации и тогда семья как капкан если коротко вот и это что становится нежизнеспособным конгломератом то есть бессознательно отсекаются друзья партнеры обесценивается там работа и так далее и вот и конечно есть последствия можно и так и так жить в такой семье и в такой но будут последствия то есть если вспоминаем библейские мифы про сотворение мира да у нас есть свобода выбора у нас есть способность творить мы можем и так выбрать и так выбрать как жить в какой семье но будут последствия лучше смотреть на позицию семьи более широко что семья это как семья если мы вспоминаем библию а в семени есть все вот представьте даже семья ребенка вот мужчина женщина занимаются любовью до произошло оплодотворение и дальше идут естественные процессы то есть и появляется человек через девять месяцев то есть там не надо ну как искусственно прилагать какие-то усилия также и в жизни если семья это как семья которое живет в жизни а жизнь это как плодородная почва это семья пускает корни буквально ну как вниз и вверх там например прорастает дерево плоды то есть буквально если посмотрите видео да как прорастает любое семья мы можем метафорически и также и семья это как семья которая в жизни прорастает дополнительно эту семью не надо поливать вот представьте в лесу деревья там растения цветы искусственно человек не поливает в деревья деревья и так далее там все естественно происходит идет дождь там когда-то снег когда-то солнышко и там все естественно растет так и в жизни если семья как семья конечно ну там много естественных процессов вот но если мы ограничиваем бессознательно и сводим семью до семи я буквально есть последствия мы минимально взаимодействуем жизнью и тогда можно сказать мы выживаем они живем вот коротко сказала поделила сейчас буду в школе будет отпуск у меня с 22 февраля будут каникулы в школе после каникулы в школе продолжится обучение 9 группа будет проходить обучение останется четыре недели также супервизорская группа по субботам 19 00 мы занимаемся и новая группа 11 поток стартуется 15 марта вот начнем заниматься и для студентов школы также для участников супервизорской группы буду подготавливать интелли интересные мастер-классы в том числе более подробно подготовлю мастер-класс про семью то есть я тоже постоянно повышаю квалификацию узнаю что-то новое интересное и прям буду готовить закрытые мастер-классы потом хочу сделать что для студентов участников супервизорской группы эти мастер-классы будут бесплатные то есть но для тех друзей подписчиков школы кто будет за кто будет хотеть в записи какие-то мастер-классы проходить на сайте в разделе магазина сделаю разные форматы то есть один вебинар будет стоить от 500 рублей можно выбирать будет тему ну смотреть подробно о чем также мастер-классы будем еще рассматривать если брать глубинную психологию что такое дипов комплексы гиповая ситуация будут лекции видео уроки то есть это будет ну бонусы и для студентов школы то есть новый материал готовлю и для участников супервизорской группы но и для всех остальных буду расширять линейку можно приобретать разные мастер-классы вебинары на интересную тему стоимость делаю небольшую по 500 рублей вот я сама где сейчас повышаю квалификацию я иногда докупаю то есть это удобно если мне нравится я дальше дальше покупаю всем добрый день я осветила позицию семья с точки зрения широкого смысла что семья это как семя они 7 изолированных я то семья это как семья которая живет в жизни а жизнь это плодородная почва вот можно будет переслушать эту трансляцию также задавать вопросы к эфиру я на связи с радостью отвечу если сейчас есть вопросы задавайте пожалуйста кто хочет выйти в эфир голосом видео задать вопрос ставьте плюсик я вас добавлю в эфир и в следующее воскресенье в 13.00 запланируйте время поговорим про травму расставания почему это ключевая травма зачем ее надо проработать и и как это влияет на наши результаты в жизни тогда еще пять минут подожду если не будет вашего активного участия тогда завершим пожелаю всем хорошего дня сегодня день влюбленных вот желаю любить не только себя но также жизни и все что есть в этой жизни если коротко есть какие-то вопросы может быть кто-то хочет выйти в эфир выходите с радостью пообщаюсь познакомимся добрый день тоже с праздником сегодня день влюбленных вот желаю любить не только себя не только своего партнера а желаю раскрыть чувство любви чтобы она всегда была с вами и вы его проявляли и чтобы вы любили все что есть в этой жизни и в том числе себя и партнера конечно есть какие-то вопросы если вдруг сейчас нет вопросов но переслушайте записи появятся вопросы прям в ю тубе либо в инстаграме к трансляции пишите свои размышления комментарии когда у меня есть время раз в день я просматриваю сообщения и могу где-то ответить на ваши вопросы вместе поразмышляем вот может быть не по теме эфира есть вопросы задавайте так сейчас посмотрю более подробно кто у нас в эфире так николай и психолог вот не вижу имя так вот кто в эфире у нас пока ставьте плюсик если хотите выйти в эфир только добавились давайте в эфире порассуждаем что для вас семья как вы понимаете позицию семьи более широко если хотите если удобно добавить вас в эфир если добавить в эфир ставьте плюсик можем прям здесь и сейчас поразмышлять какие-то боже может быть бессознательные паттерны прям здесь и сейчас можем вместе увидеть но если хочется а не можете все я поняла бывает мы не подготовлены все тогда если нет вопросов нет желания выходить онлайн в эфир тогда будем завершать всем хорошего дня желаю раскрыть в себе чувство любви чтобы любое это чувство у вас было раскрыто желаю любить жизнь и все что есть в этой жизни и желаю сформировать широкую позицию по поводу семьи что что семья это не изолированный конгломерат который состоит буквально из семи я или семи личностей а семья это как семья которое и прорастает жизни а жизнь это как благодатная почва в которой есть все для этой жизни все тогда всем хорошего дня благодарю за участие и воскресенье в 13 00 следующее воскресенье поговорим про травму расставания для чего надо ее проработать и психологу и клиентам поговорим об этом и как это влияет на наши результаты в жизни в профессии все тогда до следующего воскресенья я на связи всем хорошего дня